Доброе утро, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов, я бессменно ведущий вебинара про мобильное приложение 1SBitrix. И я снова рад вас приветствовать, если вы у нас не первый раз. Сегодняшний вебинар у нас посвящен продукту 1SBitrix мобильное приложение, которое позволяет выпускать мобильные приложения для проектов, которые созданы на платформе 1SBitrix, и делать это с довольно-таки большим, на мой взгляд, количеством преимуществ как по стоимости, так и по скорости разработки, так и по гибкости дальнейшей работы и обновления. Значит, прежде чем, собственно говоря, начать непосредственно нашу программу, я хотел бы пару слов сказать технологических о том, собственно говоря, о формате, о том, как у нас будет происходить все, что будет происходить сегодня. Во-первых, хочется понять, слышите ли вы меня. Если у нас все в порядке со звуком, я прошу вас в закладочку «Questions», вот видите, на экране у меня небольшая инструкция, где можно написать вопросик. Я прошу вас отправить мне простое слово «Да», «Нет», «Плюс», «Минус», ну и так далее. Для тех, у кого будет пропадать по какой-то причине звук, или звука по какой-то причине нет с самого начала, есть вот эта вот слева инструкция, что можно сделать, чтобы звук заработал. Бывают ситуации, сразу предупрежу, что интернет-каналы несовершенны, к сожалению, даже в 21 веке. Бывает, что происходят различные торможения или обрывы, разные изменения нагрузки на интернет-канал. Такое может произойти и с нашей стороны, хотя редко у нас довольно широкий и надежный канал. То и так и с вашей стороны. Поэтому если вдруг у вас что-то прервалось, перестал идти звук, зависла картинка или система вебинаров вдруг сообщила вам о том, что потеряна связь, не прошу вас не переживать, вы всегда сможете зайти в этот вебинар еще раз и, собственно, продолжите его слушать. Ну и последняя такая техническая вещь. Все вебинары, которые мы ведем, записываются, и запись текущего вебинара уже началась. Это означает, что буквально сегодня к вечеру, ну, может быть, завтра в течение первой половины дня, мы выложим запись этого вебинара на наш канал на YouTube, и вы сможете его пересмотреть в удобном для вас формате, в удобном месте, с удобной скоростью, так сказать, просмотра, и посмотреть на те вещи, которые вам были наиболее интересны. Так, насколько я вижу, мне вы отвечаете, что со звуком у нас все прекрасно, это хорошо, это радует, ни одного нету человека, кто бы сказал, что со звуком плохо, и поэтому мы переходим дальше. У нас сегодня немножко поменяется формат. Я прошу вас вопросики написать мне, ну, я такой маленький соцопрос проведу, для того, чтобы вам размять пальчики. Напишите, пожалуйста, сферу вашего бизнеса, да, какой у вас интерес, чем вы занимаетесь, и если вдруг у вас уже есть задумка мобильного приложения, которое вы хотите сделать, или о котором мечтаете, или которое видите там в будущем своего бизнеса, то тоже, пожалуйста, если там, конечно, ничего секретного нет, поделитесь в вопросиках, мы попробуем это немножко пообсуждать, и, возможно, это породит какие-то дополнительные коммуникации между нами с вами. Вы можете это делать в свободное время, то есть, грубо говоря, сейчас и чуть позже. Все вопросики мы получаем. То, что вы не видите вопросы других, это нормально. Система, к сожалению, не позволяет всем видеть все, но в случае, если мы будем вам отвечать, или наиболее интересные комментарии или вопросы, я буду делать так, чтобы они были видны всем. Ну и, конечно, будем их озвучивать в прямом эфире я и мои коллеги. На этом, собственно говоря, наверное, вступительная технологическая часть вебинара закончена. Дальше пойдем по программе. И сегодня у меня несколько необычный формат. Я хотел бы впереди своего основного доклада опустить наших партнеров. Компания eCreations, у меня два Антона на связи, и они представят свой доклад, посвященный разработке мобильного приложения. Мне кажется, что их доклад лучше пойдет именно в начале вебинара, потому что он более прикладной и имеет, на мой взгляд, интересные практические моменты, которые, в общем, будет очень любопытно послушать. Я же, прежде чем передать им непосредственно слово, хотел бы сказать пару моментов о таком большом тренде, который сейчас, в общем, происходит. Он называется вот так по-английски mobile first. На самом деле это происходит в разработке в большинстве случаев текущих сервисов. То есть, грубо говоря, это тот тренд, который набирает сейчас обороты именно в разработке. Что вообще означает mobile first или сначала для мобильного? Это означает, что когда компания-разработчик совместно со своим клиентом или совместно со своим партнером по бизнесу начинают разрабатывать какой-то проект, это может быть сайт, это может быть сервис, это может быть что-то не веб-приложение, а что-то другое, то если раньше мы при разработке начинали смотреть сначала на пользователя, который сидит за компьютером, да, и за ноутбуком, за полноценным компьютером, то сейчас все чаще разработчики начинают сначала думать о тех, кто использует мобильный телефон. Ну, это, в общем, кажется закономерным. Доля использования интернета в мобильных телефонах, в общем-то, очень велика. И, конечно, очень часто первый контакт с брендом, первый контакт с магазином или с сервисом у пользователя возникает через смартфон или через планшет. Да, поэтому очень важно много внимания уделять именно мобильной разработке. Ну, это вот краткое вступление о Mobile First. Теперь хочу передать слово Антону Костину. Антон, включи, пожалуйста, свой микрофон. Так, слышно я? Да, слышно хорошо. Сейчас я быстренько переключу на... Так, а у нас, кстати, второй Антон куда-то делся. Да, у него синий экран, к сожалению, но я думаю... Ну, ничего страшного. Ничего страшного, я думаю, он переподключится. Так, я переключил экранчик на вас, Антон, и сейчас, да, мы уже видим ваш экран, так что давайте начинайте свою презентацию сначала. И вам слово, Антон, представляйтесь и рассказывайте. Да, отлично, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Костин Антон, я являюсь сотрудником компании Y-Creations, как нас Сергей уже представил. И вместе со своим коллегой Антоном Цеменко мы расскажем, да, опять же, как Сергей правильно сказал, более о прикладных частях мобильного приложения, то есть помимо общей информации, для чего нужно мобильное приложение, в каких сферах это будет выгодно, где это можно использовать. Почему именно использовать Bitrix в качестве основы? Мы сделаем такое, акцентируем наше внимание на непосредственных кейсах, которые мы либо проектируем на данный момент, либо уже закончили, либо планируются в ближайшем будущем в качестве реализации. Вот, ну что, давайте тогда начнем. Собственно, небольшая такая общая информация, как говорится, для чего нужно, зачем нужно мобильное приложение, это, естественно, для того, чтобы повысить вашу прибыль. Мы все хотим, чтобы у нас было больше денежек, чтобы мы могли себе больше чего-то позволить. Вот, и, соответственно, как в этом может помочь мобильное приложение. Так как количество пользователей смартфонов постоянно растет, уже нельзя, как говорится, просто охватить всю свою возможную аудиторию просто сайтом. То есть даже если у вас сайт адаптивный и позволяет, например, видеть 100% той информации, которую видит клиент в вебе, то все равно люди уже привыкли к отдельным приложениям. То есть даже, честно скажу, мне иногда непривычно видеть, так сказать, обычный веб-интерфейс в моем смартфоне. То есть хочется уже какие-то дополнительные функции, может быть, тач, может быть, еще что-то. И, соответственно, здесь очень сильно помогает мобильное приложение. Кому, вот в какой сфере выгодно иметь мобильное приложение? Может быть, в первую очередь, где это не так очевидно, но тем не менее, не менее важно иметь мобильное приложение. Вот об этом и в качестве примеров как раз сейчас вам расскажу. То есть, естественно, самое логичное – это те сферы бизнеса, где мобильное приложение непосредственно генерирует продажи. То есть, как здесь написано, магазины, доставка еды. Всем понятно, если я в магазине через мобильное приложение закажу что-то, то этот клиент сгенерировал мне через мобильное приложение какой-то доход. То же самое, доставка еды. Мы все привыкли заказывать пиццу через мобильное приложение. То есть, это непосредственный, ну, скажем так, не лидогенератор из сферы продаж. Это именно денежный генератор такой. Но что следует, точнее, что не следует забывать? То, что любой клиент, опять же, сфера продаж, да, как лид, он может обернуться непосредственно деньги. То есть, всем, в принципе, выгодно также повышать свою аудиторию. Если это не прямые продажи, но, тем не менее, как бы к вам пришел, кто-то, о вас кто-то узнал, кто-то скачал это приложение, это потенциальный клиент. То есть, тот же самый лид. И здесь аудитория сразу расширяется. То есть, вы можете, например, сделать даже для простого блога. То есть, если это какой-то, ну, вот я, например, по своей практике знаю, кто-то оценивает рестораны, кто-то оценивает магазины одежды. И они пишут об этом в своем блоге. То есть, повышение своей аудитории за счет мобильного приложения, потому что блог, например, очень удобно читать в телефоне. Если ваше мобильное приложение, например, поддерживает пуш-уведомления, то есть, как только вы публикуете запись в блоге, вам приходит пуш-уведомление, вы сразу же сможете дотянуться до своей аудитории. Ну и, естественно, другие возможные сферы, как курьерская служба, например, можете разработать мобильное приложение, где курьеры могут чекиниться, они могут забирать грузы, отдавать их. Рестораны, кафе, это может быть простое, как говорится, показ меню, это может быть что-то более сложное, где вы можете бронировать столики, вы можете заказывать, например, еду с доставкой или заранее что-то попросить приготовить. Ну, в общем, полет фантазий там, на самом деле, не ограничен. И также сервисы, которые, скажем так, не, может быть, так рассчитаны на внешнего клиента, но зато помогают организовать какие-то внутренние процессы. То есть, если у вас, например, сеть ритейла или просто у вас есть большой склад, и вы сидите, как владелец бизнеса, далеко от этого склада, и, например, хотите видеть, что пришла определенная партия товара. То есть, вы раздаете своим складовщикам простенькие смартфоны, они с помощью их сканируют партии товара, и вы сразу видите, так, определенная партия товара пришла, у меня на складе все нормально, я могу этот товар продать. Так. Так-так-так. Вот, и теперь к нашему самому актуальному кейсу. Так, я единственное надеюсь, что вот эта панель не видно. GoToWebinar. Значит, на данный момент у нас есть очень актуальный кейс, это кейс химчистки. То есть, казалось бы, на первый взгляд, что может приметь химчистка от мобильного приложения. На самом деле, очень-очень много. К сожалению, показать скриншоты и вообще само мобильное приложение не могу, потому что мы его пока именно планируем, то есть, проводим, создаем, так сказать, архитектуру этого мобильного приложения, поэтому только так схематически. Но рассказать есть, на самом деле, все равно много что. Само вверху вы можете видеть, то есть, стандартная химчистка, да, у них есть точки приема, где вы сдаете свои вещи. Там сканируются бирочки, выдаются клиенту. И очень важно, если есть какая-то настроенная уже система, ну, на самом деле, это точно так же можно сделать и с нуля. То есть, если у вас вообще ничего нет, это все можно реализовать даже, на самом деле, из браузера. То есть, все это возможно. Но вот в данном примере уже была реализована система, которая отправляет данные о бирочках, о вещах, которые были сданы в химчистку на сервер. Вот, к этому серверу мы подключаемся с помощью неких интерфейсов. И там, конечно, уже были многие вещи настроены, то есть, со стороны разработчиков вот этой, скажем так, топного приложения. Вот, и с помощью вот этих вот ручек интерфейсных мы забираем в веб и в мобильные приложения данные о вещах, которые сданы в химчистку. То есть, начнем с левой части в вебе. Вы можете, как клиент данной химчистки, зайти в свой личный кабинет, посмотреть, когда вы сдали свой пиджак, свою сорочку, свои брюки, когда они примерно будут готовы, сколько это стоит, сколько баллов, точнее, стоило, вы уже заплатили, скорее всего, сколько баллов вам за это начислено было, и любую возможную информацию, которую, как бы, клиент захочет еще, ну, в нашем случае, наш клиент, преподнести своим клиентам, все очень. Вот. Почему здесь, во-первых, два мобильных приложения? То есть, здесь задумка заказчика была такая. Первое мобильное приложение – это для внешних клиентов, то есть, опять же, для людей, которые сдают свои вещи, и точно так же, как и в вебе, они могут просматривать статусы своих вещей, то есть, принято, не знаю, отклонено, если такое возможно, еще не обработан и так далее, и следить за тем, например, где сейчас их вещь, опять же, сколько баллов, ну, то есть, некое дублирование вот вебовского личного кабинета, потому что, вот, в данном случае, как раз, пользователи, скорее, не будут заходить на веб-сайт, чтобы просмотреть какой-то быстрый статус своей вещи. То есть, это такие очень высокочастотные, но короткие операции, для которых именно выгодно иметь мобильное приложение. Что же представляет собой второе мобильное приложение? Это довольно-таки тоже интересная вещь. По аналогии со складом, здесь заказчик хочет выдать своим водителям тоже дешевенькие планшеты, с помощью которых они могли бы отслеживать заказы, которые были сделаны из мобильного приложения. То есть, мы расширяем сейчас функционал. И первое, и за счет этого создаем потребность для второго мобильного приложения. То есть, вы можете зайти в свое мобильное приложение как клиент, который хочет почистить куртку. Вы с помощью геолокации говорите, я нахожусь здесь, мне может быть, не знаю, лень идти до точки приема, пожалуйста, заберите мою куртку и почистите ее. Естественно, чтобы водитель не ездил с одного конца Москвы на другое по 10 раз из одной только куртки, мобильное приложение 2 делает некую оптимизацию. То есть, вам приходит несколько заказов, и система формирует, скажем так, оптимальный маршрут. И с помощью этого, наверное, я правда не знаю, как устроить Яндекс.Такси, но с помощью этого водители могут принимать, скажем так, самые оптимальные для них заказы. Что еще можно сказать про данный пример? Пользование мобильного приложения удобно именно тем, что вы получаете доступ круглосуточно к той информации, которая вам нужна. То есть, вам не нужно звонить, приходить даже в точку приема, которая может быть закрыта, оператор может уйти на обед, или еще что-то может случиться. И поэтому, вы вот, знаете, это как Яндекс.Погода может быть. То есть, это та вещь, которую вы быстро открыли, на буквально пару секунд вы получили нужную информацию и закрыли опять. Но за счет этого, вы опять же, можно так честно сказать, как клиент, вы привязываетесь к этому бренду, к этому мобильному приложению. И вот данная экосистема, то есть, которую я показал на предыдущем слайде, вот здесь она состоит из пяти пунктов, можно подключать, на самом деле, неограниченное количество не только своих внутренних процессов, но и игроков рынка. То есть, опять же, доставка, можно подключить полностью клининг, то есть, например, кто-то хочет заказать услугу дополнительно к вещам, может быть, к одежде, то есть, например, какие-то постели, вещи, наволочки, еще что-то почистить. То есть, ну, как бы можно расширять, и здесь валют фантазии, на самом деле, не ограничены. Вот. А что еще вот хотелось бы, самое главное, донести, это вот, на самом деле, на этом слайде, что дублирование функционала, который у вас есть на вашем главном сайте, например, если это интернет-магазин, то вот это дублирование полноценное, оно может столкнуться с естественными барьерами. То есть, например, мы по себе знаем, что вот у нас есть магазин, который продает кирпичи, и мы сделали для них мобильное приложение. И количество пользователей, которые именно через мобильное приложение покупают, не знаю, тонны самосвалы, кирпичей, оно все-таки ограничено. Потому что, ну, не каждый будет это делать. И здесь очень важно понять и для клиента выгодно реализовать какие-то дополнительные сервисы. То есть, как в данном примере, это может быть калькулятор. То есть, также для магазина кирпичей мы сейчас делаем калькулятор, где вы можете посчитать для вашего потенциального дома, дачи, бани, объем кирпичей, сколько вам нужно, может быть, утеплительного материала. То есть, опять же, да, это какая-то вот вещь, которую вы, ну, может быть, не так часто, как Яндекс.Погоду будете использовать, но это, во всяком случае, более высокочастотная вещь, чем покупка именно через мобильное приложение трех самосвалов кирпичей. То есть, как вот в третьем пункте написано, основной смысл – это быстрый доступ к важной для вас информации и которая более часто используется, чем основная. Также можно привести в пример, я думаю, самое такое интересное, это если у вас сайт по недвижимости, то поиск объектов. То есть, не обязательно даже продажа или, может быть, в данном случае это запрос какой-то информации, но если вы хотите, чтобы ваш бренд был, так сказать, на виду, то если вы дадите пользователю, например, возможность искать объекты недвижимости на карте или еще каким-то удобным для них способом, то это намного повысит ваши шансы, что ваш бренд, что они в итоге действительно обратятся к вам за этой услугой. Так, давайте, наверное, выгоду использования буса, то есть битрикс управления сайтом, так как время уже, кажется, поджимает, мы оставим на вторую часть доклада, потому что Сергей об этом тоже расскажет. И сейчас буквально я передам слово второму Антону, моему коллеге Антону Цевменко, он расскажет еще о других прикладных областях для мобильного приложения, сделанного через битрикс. Так. Антону сейчас передаю слово. Антон, слышите нас? Антон, слышите меня? Угу. Все, я сделал тебя. Все, я сделал тебя, презентатор. Угу. Все, видно мой экран, да? Да, вот сейчас видно. Отлично. Добрый день, коллеги. Спасибо, что вы нашли сегодня время для нашего вебинара. Сегодня я расскажу о преимуществах работы с продуктом мобильного приложения от компании битрикс. Расскажу некоторые незадокументированные аспекты, которые будут полезны разработчикам. Также покажу, какие элементы интерфейса и какой функционал может быть реализован с помощью мобильного приложения. И еще покажу, какие новинки товаров вышли в комплекте с мобильным приложением и затрону тему возможностей для вашего бизнеса с точки зрения ERP-системы. Так, если вы решили использовать в своем бизнесе мобильное приложение, то самым дешевым, быстрым и надежным средством реализации будет продукт от битрикса. Функционал мобильного приложения позволяет использовать практически все возможности смартфонов ваших пользователей. Первое, что я хотел бы упомянуть с точки зрения функционала, это возможность делать снимки и загружать их сразу на сервер вашего сайта. Сфера применения этого функционала не ограничена. Вы можете предоставлять фотографии клиенту в режиме онлайн на телефон, допустим, если он не может подобрать себе нужный товар. Можно сделать систему распаковки, как это сделано, к примеру, на сайте розетка.ua. Там пользователю, получается, предлагают дополнительные либо деньги, либо баллы за предоставление фото-видео материалов по распаковке посылки, которые они получают. Но здесь вы можете использовать функционал отправки фотографий на ваш сервер, ну и, допустим, добавлять баллы к его внутреннему счетчику. Это все, это налаживание, обращение диалога с клиентом. К примеру, есть такая компания, квадратный метр, при заявке на покупку ламината, она занимается продажей ламината, при заявке, при поступлении заявки, она предлагает пользователям прислать фотографии помещения, для которого планируется ремонт. И бесплатно привозит прямо в дом клиенту примеры материалов и фотографии, как будет выглядеть помещение после ремонта с использованием их ламината. Таким образом, они прямо в помещении с клиентом обрабатывают его там и закрывают на сделку. Процент закрытия довольно сильно увеличивается. Демонстрация, естественно, будет более наглядной с использованием мобильного приложения. Также мобильное приложение позволяет считывать QR и бар-коды. Это может довольно сильно ускорить приемку товаров в ваших торговых точках. Это может быть использовано при проверке заказов у клиентов, может быть, чтение скидочных купонов, либо же обелечивание. К примеру, компания iMax уже давно применяет мобильное приложение для обелечивания клиентов при входе в кинозал. Есть возможность в мобильном приложении сказать вам о текущем местонахождении клиента в данное время без опроса, как это происходит на каких-либо сайтах, если человек заходит через веб-браузер. Мобильное приложение сразу подхватывает, определяет координаты, причем определяет довольно точно по GPS. Если же пользователь заходит через браузер, у него появляется это окошко, которое просит подтвердить его координаты. Обычно пользователь этого не хочет, говорит блокировать. И сайту остается только возможность определить его координаты только через средства PHP, через средства сервера. Эти средства довольно неточно, они определяют не местоположение клиента, а местоположение провайдера интернета. Это может быть даже другая область, другой регион на самом деле. Ну и на базе получаемых данных о местоположении клиента вы можете ему либо предложить какие-либо ближайшие точки ваши физические, либо же собрать статистику и составлять, допустим, график рассылки, e-mail рассылки или же пуш-уведомлений, о чем я дальше расскажу. Вы можете получать и отправлять любые файлы в средства мобильного приложения, пересылать их с помощью вашего сервера, вашего сайта, между вашими всеми пользователями, открывать их в любом виде и на лету можно их даже и преобразовывать в нужный вам вид. Можете сделать даже свой скайп с необходимым только вам функционалом, ну или же это может быть просто IP-камера в вашем телефоне, который в реальном времени отображает вашу торговую точку или же это может быть онлайн-консультация или видеофиксация для закрытого круга пользователей. Пуш-уведомления. Пуш-уведомления на данный момент это наиболее результативный и бесплатный метод привлечения к себе внимания клиентов ваших. Этот функционал позволяет наладить процесс общения с клиентом, вы можете его оповестить о, допустим, новинках в вашем магазине и любых, собственно, других новостях, которые вы посчитаете нужным и отправить вы можете это как группе пользователей, так и конкретно какому-то одному пользователю, допустим, о составе заказа, о том, что заказ пришел уже на почту, ожидая, когда он его заберет. В общем-то, работа с выкупом. Из таких недокументированных вещей я хотел бы отметить, что сейчас Bittrex позволяет подписать на пуш только зарегистрированных пользователей, которые уже ввели свои данные. Но мы эту проблему решаем другим способом. Мы подписываем на пуш-уведомления сразу всех пользователей, которые заходят на мобильное приложение, но мы для них генерируем случайный логин и случайную почту. Но после того, как пользователь делал заказ, либо же как-то представился, подписался, допустим, в форму e-mail рассылки, мы обновляем его запись и перемещаем пользователя с одной группы, в которой он был изначально, допустим, пользователем мобильного приложения, перемещаем, допустим, в группу пользователей, представившихся. В таком случае у нас не происходит дублирования информации, не происходит дублирования пользователей, и не будет такого случая, когда пользователь может, допустим, получить два раза одно и то же пуш-уведомление. Это решается благодаря тому, что мы подписываем пользователя именно под уникальный идентификатор телефона или же устройство, с которого сидит пользователь. Разработку вы можете ускорить и, собственно, избежать некоторых ошибок, если вы будете использовать компоненты eShopApp. Они устанавливаются вместе с примером мобильного приложения у Bitrix и решают довольно много проблем, которые могут возникнуть, допустим, при оформлении заказа. Там очень интересная перезагрузка страницы происходит. Ну и, в общем, на этом этапе у нас возникали некоторые проблемы, которые мы решали с помощью этих компонентов. Также я хотел бы сказать, что функционал, представляемый Bitrix, не есть все, что вы можете использовать. Bitrix остовывается на движке Cardova, и при желании вы можете использовать все возможности, которые представляет эта платформа. Но это практически любое действие с телефоном. Это ограничивается лишь запросами. Еще один аспект – это версия мобильного приложения. Я настоятельно рекомендую, если разрабатывать мобильное приложение, то обновлять ее до последней версии, так как в старых версиях могут возникнуть проблемы с отработкой функционала, в особенности с совместимостью с системами под iOS. У нас очень много возникало таких неполадок, когда пуш-сообщения не доходили до iOS, либо же они доходили, но или же обрезались, или же не открывались. В общем, большинство из таких проблем, они решаются просто обновлением версии мобильного приложения. Ну а сейчас я расскажу про интересные продукты, которые появились в 2015 году, которые поставляются вместе с мобильными приложениями. Первый продукт – это GPS-часы, которые отслеживают положение ребенка в пространстве по GPS. То есть там внутри есть сим-карта, которая на мобильное приложение родителей отправляет в текущее местоположение ребенка. Ну и родитель может знать, не случилось ли ничего плохого с ребенком, и не прогуливал ли, допустим, на школу, не вышел ли он в какие-то зоны, которые пользователь родителей, получается, отметил. Следующий продукт – это Bluetooth-градусник. Он по интерфейсу Bluetooth передает с самого градусника на телефон температуру ребенка. И при, допустим, при каком-то понижении либо повышении он оповещает родителя, ну и родители уже решают, что там дальше делать с этим. Является довольно точным, ну и пригодился довольно большому количеству мам. Еще один довольно известный продукт – это Xiaomi Band фитнес-браслет, который отображает состояние человека на экране телефона. Он отображает режим сна человека, калории, потраченные за сутки, количество пройденных шагов и прочее. Все эти приложения можно реализовать только с помощью платформы Bittrex, и только и без использования возможности Cardovo. Если в вашем бизнесе есть необходимость наладить контроль и мониторинг за какими-либо продуктами, действиями или процессами, это вполне реализуемо и благодаря Bittrex очень недорого. Теперь со стороны ERP-систем я хотел бы отметить возможности для вашего бизнеса. Плюсы разработки отображены на слайде. Я лишь замечу, что на данный момент существует возможность перенести весь процесс управления в ваш смартфон и измерить каждый сантиметр вашего бизнеса и постоянно мониторить и оптимизировать бизнес, находясь в любой точке мира. Вот, допустим, для складских систем мобильное приложение будет очень удобным средством для мониторинга наличия товара или оповещения по любому поводу, который вы предпочтете. Будь то провести закупку, когда у нас осталось мало товара, или же принять какие-либо документы, или же оценить какие-либо документы, в общем, все что угодно. Для систем по обслуживанию клиентов мобильное приложение может в разы увеличить скорость обслуживания. Вы можете анализировать клиента поток и также список, допустим, предпочитаемых товаров. Ну и смотреть, соответственно, все это в реальном необходимом. Финансовая модель, финансовая отчетность, это все ваши финансы всегда у вас под рукой в любую минуту. Вы можете просматривать Z-отчеты по всем вашим торговым точкам за любой промежуток времени. Вы можете, допустим, вы можете сразу быть в курсе, когда приходит отчетность по какой-либо точке. Можете оценить финансовый показатель и сразу же отправлять поручение вашим сотрудникам прямо из мобильного приложения. На этом у меня все. На слайде наши контакты. Если необходима консультация, смело обращайтесь. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Антон. Наверное, теперь я буду переходить уже к своей части презентации. Напомню слушателям, что вы можете задавать вопросы. Антон, я обращу ваше внимание, вернее, даже оба Антона, вы поглядывайте, пожалуйста, в вопросики. Если там есть вопросы по вашей теме, то вы можете смело отвечать текстом в соответствующем разделе. На соответствующий вопрос. Так, ну что же. А я продолжаю, в общем-то, тему. Теперь перейду уже к более, наверное, живой демонстрации того, что вообще происходит с мобильными приложениями. И прежде чем, собственно говоря, начать, хочу отметить несколько еще таких показателей, которые, на мой взгляд, в общем-то, важны. Я по ним быстренько пробегусь. Например, вот конкретный показатель, который вы сейчас видите на экране, это количество времени использованного, количество пользователей, которые используют для, собственно говоря, для интернета смартфоны более и другие мобильные устройства. И вообще там, например, понятно, что онлайн-покупатели, которые являются целевой аудиторией, по данным Data Insight, 68% это настольный компьютер дома, используют и там 57, 50 и ниже, это, собственно, использование смартфонов. И, в общем, это показатели очень неплохие. То есть как минимум половина покупателей смартфоном так или иначе пользуются в процессе своей взаимодействия с интернет-магазинами. Ну и вот, например, смартфон или планшет на разных этапах интернет-торговли, что тоже очень важно. То есть, например, чтобы выйти в интернет, и понятно, что все 100% используют смартфон, для поиска товара половина как минимум использует смартфон или планшет. То есть половина покупателей ищут товар со смартфона. Это означает, что правильно организованный интернет-магазин или там другой сервис с точки зрения работы с мобильной аудиторией, да, это, соответственно, сразу повышение конверсии, огромная аудитория, которая может это отработать. Ну, всего лишь 28% заказывают в интернет-магазинах через мобильный телефон. Ну, этот показатель, собственно говоря, постоянно растет. Также о том, как распределяются покупки, да, по методу совершения. Вот мы видим, что через мобильное приложение пока доля покупок очень мала. На самом деле это связано с тем, что через мобильное приложение… Ну, во-первых, мобильных приложений, интернет-магазинов довольно мало. И в основном это очень большие крупные магазины. Ну, вот из известных, например, это может быть приложение для Яндекс.Маркета или предложение для больших маркетов, таких как Алиэкспресс или что-то в этом духе. Есть ряд приложений для крупных ритейлеров, которые позволяют совершать какие-то заказы. Но их на самом деле очень мало. Пока такая доля этих покупок очень мала, но она растет. Она растет очень сильно и очень быстро. То есть в целом среди покупателей, на самом деле, которые пользуются смартфонами и планшетами, ответили, что около 70% из этих покупателей имеют на смартфоне какое-то приложение, предназначенное для покупок и платежей. То есть, грубо говоря, люди уже привыкают к этому. Только единственное, что поставщики товаров пока еще не удовлетворяют этот спрос. В общем, в целом, говорит о том, что сейчас можно, выпуская мобильные приложения, которые будут для интернет-торговли актуальны, в общем-то, собирать, наверное, даже сливки, пока этот рынок не наполняется. Ну и еще один момент. Из запросов, которые проводила, опять же, компания Data Insight, такой большой исследователь, и рынка интернет-торговли, спрашивали владельцев интернет-магазинов, в том числе очень крупных, о том, как примерно распределяется продажа компаний между оффлайном, десктопом и мобильными. Ну и вот в данном случае речь идет о роли мобильного канала, да, и прогнозы, конечно, очень хорошие. Вот по 2015 году мобильный канал приходился где-то в основном от 0 до 10%, ну и чуть-чуть от 11 до 20% и совсем мало, то по прогнозам этих же самых людей буквально через 2-3 года картинка серьезно поменяется. Ну, в общем, это, конечно, растущий рынок, и о нем его нельзя упускать. Мои коллеги, которые проводили сейчас свою часть вебинара, на самом деле довольно подробно уже рассказали про то, как и что выглядит с точки зрения преимуществ разработки мобильного приложения, с точки зрения Bitrix, но я хотел бы сравнить относительно там нативные разработки. Нативная разработка для неспециалистов – это когда, собственно, приложение пишется с нуля, не используя какую-то платформу или используя какой-то фреймворк, опять же, не имеющий готовых решений. Вот в случае с производством мобильного приложения на базе нашей платформы вы получаете довольно-таки быструю и недорогую разработку с довольно, ну, скажем так, приемлемыми и зачастую очень хорошими качествами с точки зрения функционала, с точки зрения скорости работы, с точки зрения, там, быстрого обновления содержимого приложения и добавления туда новых функций. В то же время пока еще остается проблема с, например, разработчиками, которые готовы работать под и умеют хорошо работать под платформы iOS и Android и другие. Для того, чтобы работало хорошо приложение, особенно если это сервисное приложение, если это не игрушка какая-то, да, или там приложение локально завязанное только внутри телефона, то нужна какая-то серверная часть, и к этой серверной части должен быть написан программный интерфейс, с которым будет взаимодействовать приложение и так далее. Ну и, в общем, требуется высокая квалификация разработчика и довольно сложная, дорогая история. Мы, когда разрабатывали свою платформу для мобильных приложений, наша задача, в общем-то, была и звучала таким образом. Наши клиенты должны быстро, дешево и с хорошим качеством выпускать мобильное приложение. Мы понимаем, что этот рынок сейчас находится на старте своего развития, рынок мобильных приложений вот такого характера, да, то есть вообще-то мобильных приложений миллионы. Но вот наши клиенты, это те, кто имеют сайты, интернет-магазины, какие-то онлайн-сервисы, да, построенные на платформе 1S Bittrex, то вот рынок этих мобильных приложений, он только в самом своем зачатке. И мы понимаем, что для того, чтобы на этот рынок выходить, для того, чтобы наши клиенты могли быстро опробовать этот канал, убедиться, что он работает или в их сфере бизнеса не работает, да, такое тоже часто случается, но цена вот этой пробы была как можно меньшей. Собственно говоря, это была наша задача, выпустить приложение таким образом и платформу сделать таким образом, чтобы владельцы сайтов на Bittrex могли очень быстро запускаться и попадать в App Store, в Google Play со своими приложениями и становиться доступными в виде вот такого сервиса. Собственно говоря, чтобы все это продемонстрировать, я, как обычно, это делаю на вебинарах, подключаю свой смартфон к экрану и демонстрирую вам вживую, собственно говоря, что же из себя представляет вообще мобильное приложение. Ну вот видите, это вот мой смартфон со всеми моими иконками и программами. У меня есть даже специальная папочка Bittrex, в которой сложена куча приложений, для разработанных на нашей платформе, но мы сейчас начнем пока с демонстрации нашего стандартного приложения. Вот это приложение с красной иконкой, которое вы сейчас видите наверху экрана, Bittrex eShop так называемый, вы можете его прямо сейчас найти в App Store или в Google Play и, собственно говоря, установить и поработать с ним непосредственно на своем телефоне. Оно совершенно бесплатное и сделано исключительно для ознакомления. Что, собственно, из себя представляет готовое приложение, которое мы в качестве демонстрации показываем? Это такой интернет-магазинчик заказа еды. Вообще, какие возможности предусмотрены стандартно? Мы постарались сделать здесь какие-то основные моменты, отобразить, как работает приложение, какие вообще возможности есть, но, конечно, их, безусловно, там сильно больше. И у разработчиков довольно много свободы использования различных скриптов с программного интерфейса, управления там нативными элементами самого телефона и так далее. Вот, например, один из нативных элементов, вот это меню, которое появляется либо с махиванием с края экрана, либо нажатием вот на, собственно, эту кнопку. Это, собственно говоря, опять же, нативный элемент. И по меню я могу там гулять и рассматривать разные разделы. При этом разделы, например, вот в приложении, да, и их содержание запросто может добавляться разработчикам без обновления, без выпуска непосредственно обновлений самого мобильного приложения. По-моему, это очень ценно. Ну, давайте погуляем, например, по каталогу, да, мы видим, здесь можем видеть новинки, спецпредложения, какие-то хиты продаж и так далее, можем перейти в непосредственно каталог и полистать, посмотреть. Кстати, вот эти списки, они тоже построены на базе нативных списков. Вот мы можем выбирать различные товары, рассматривать, соответственно, изображение, просмотрщик тоже построен на базе нативного, и там фильтры различные применять, то есть, например, определять, что там какая-то цена нас устраивает, какие-то другие параметры и, соответственно, применять эти показатели для отображения информации на конкретной странице. Также мы можем, например, искать по, собственно говоря, буквам, да, мы умеем вызывать клавиатуру и все, что для этого нужно, и, как уже говорили мои коллеги, например, сканер штрих-кодов, который сюда встроен исключительно для демонстрации того, что это такое, и что мы можем использовать камеру телефона для того, чтобы интерпретировать какие-то изображения, либо загружать картинки и сохранять их там на сервисе, на сайте, либо, как вот в данном случае, сканировать штрих-код, сканировать QR-код и так далее. Ну, давайте сейчас мексиканскую пиццу закажем, возможно, даже закажем еще Маргариту, как одну из самых популярных пицц. Здесь у нас есть закладочки, соответственно, описания характеристики, они могут быть там открыты, закрыты, и, в принципе, вот с точки зрения оформления, ну, на примерах я это еще покажу, вы фактически никак не ограничены. Так, пиццу заказали, у нас, естественно, есть возможность работать с корзиной, так же, как это происходит на самом сайте, можем посмотреть товары, можем изменить их количество, добавить там на очень большую голодную компанию побольше пиццы, соответственно, оформить этот заказ и указать все свои данные для оформления этого заказа. Обращу внимание, что при оформлении заказа процедура примерно такая же, как, собственно говоря, и на сайте, то есть мы заполняем данные, если первый раз в этом магазине, соответственно, если в этом магазине вы были раньше, у вас появляется логин-пароль, который вы можете пользоваться, и приложение его запомнит, и, соответственно, вам не можно будет авторизироваться в случае, если приложение там не переустанавливалось, соответственно, все будет работать автоматически, авторизация. Можем выбирать способы оплаты, ну, вот стандартного у нас тут нету вариантов оплаты онлайн, однако использование, например, той же Яндекс.Кассы совершенно никаких проблем не вызовет для приема платежей через мобильное устройство. Проверить состав заказа, посмотреть дополнительную информацию, оставить какой-то комментарий, ну и, собственно, оформить заказ. На самом деле, вот прямо в текущий момент произошла регистрация меня, как покупателя на сайте, у меня появился свой персональный раздел, о чем мне сообщает система. Видите, у меня уже появилось имя сверху, меня зовут Сергей, и, собственно говоря, у меня появились такие разделы, как список моих заказов, я могу здесь за заказами следить и применять к ним какие-то функции, которые доступны в приложении. Могу их по-разному фильтровать, там, заказы ожидающей оплаты или ожидающей доставки, могу там следить за своим персональным счетом. Ну, в данном случае у нас на бэкэнде никакого счета не настроено, поэтому, собственно, ничего здесь и нет. Вот, собственно говоря, там базовые возможности мобильного приложения. Да, мы можем рассматривать товары, их приобретать, заказывать, оплачивать и следить за состоянием своего заказа. То есть тот необходимый минимум, который нужен интернет-магазину, в целом в большинстве своем уже реализован. Конечно, это примерное приложение, оно выдуманное и не настоящее, и, конечно, мне никто пиццу не привезет, но, однако, оно показывает и демонстрирует, собственно говоря, основные возможности. Как вообще все это работает и устроено? Ну, на самом деле, для того, чтобы все это продемонстрировать, мне нужно будет показать все это уже на примере приложения для разработчиков. И сейчас я перейду к соответствующему приложению. Мне потребуется интернет-магазин. Я его тут себе установил. И сейчас попробую вам продемонстрировать, собственно говоря, как это выглядит. Ну, вот давайте для начала я загляну в то, как выглядит сам интернет-магазин. Я тут установил самую последнюю демо-версию нашего магазина. Сейчас видео пропущу, чтобы она не тормозила. И, собственно говоря, показываю на его примере, как будет это все выглядеть. Так, 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 так. Сейчас, секундочку, посмотрю, прежде чем перейти на некоторые вопросы. Так, ну, да, я вижу, что вопросов уже появилось довольно много. Давайте так, я сейчас покажу несколько моментов, связанных с управлением приложением для разработчика, а потом поотвечаю на ваши вопросики. Итак, значит, для того, чтобы вообще понять, что из себя представляет мобильное приложение, можно обратиться на своем сайте, на котором установлена мобильная платформа. Это довольно частый сценарий, когда мобильная платформа установлена, она по умолчанию устанавливается. Если вы галочку не сняли при установке Bitrix, то она установилась автоматом. На самом деле, сама мобильная платформа расположена по адресу eShop.app. Это адрес по умолчанию, где размещена мобильная, собственно говоря, сам мобильный магазин, который будет отображаться у нас на телефоне. Вот мы видим, что здесь какая-то непонятная белая страница с компонентами, но как раз очень похожими на то, что мы с вами видели. Если я возьму свой смартфон и сейчас открою приложение для разработчика, это специальное приложение с желтой иконкой. Оно также доступно в App Store и Google Play совершенно бесплатно и создано как раз для того, чтобы вы и ваш разработчик могли тестировать без каких-то ограничений ваше мобильное приложение. Выберу соответствующий адрес, подключусь к своему, собственно, этому интернет-магазину и увижу уже на экране все, что видно. Здесь у меня уже есть и меню соответствующее, и, соответственно, все возможности, которые, собственно говоря, предусматривает мой интернет-магазин. При этом с точки зрения управления, например, интернет-магазином, да, я сейчас вот, ой-ой-ой, случайно увеличил размеры. Сейчас попробую это уменьшить обратно. Вот так. С точки зрения управления интернет-магазина все довольно просто. Я могу просто даже взять и переключиться в режим правки обычного битрикса, выбрать какой-то из компонентов. В данном случае у меня, например, могу выбрать изменение страницы в визуальном редакторе. И вижу, собственно говоря, эту страничку в визуальном редакторе. Ну вот у меня есть топ элементов каталога, я могу здесь добавить какой-то... какой-то текст и, соответственно, ссылки на какие-то другие страницы. Сразу после сохранения... Ой-ой, у меня выключился телефон и сразу отключился от показа экрана. Сейчас мы его быстренько вернем. Вот он вернулся. По сути, сразу после сохранения всей информации, которую я сделал, собственно говоря, в редакторе битрикса, в приложении у наших с вами клиентов, эта информация сразу появляется. Да, вот мы ее тут же видим. На самом деле я тут вставил просто текст, и он сразу же появился внутри приложения. Но это могут быть новые пункты меню, в которых появится информация, например, об этих спецпредложениях и акциях. Это могут быть баннеры, картинки. Это могут быть новые товары. То есть, грубо говоря, как только вы у себя в интернет-магазине загрузили новую выгрузку товаров, у вас появились новые товары или обновилось количество, обновились цены в интернет-магазине и так далее, все это тут же ваши клиенты видят в своем мобильном приложении. То есть, грубо говоря, никаких обновлений через App Store, загрузки и так далее, устаревания информации по факту не будет. Потому что вся информация берется напрямую с вашего интернет-магазина. Единственное, что она оформлена специальными шаблонами. Как видите, это все выглядит не очень красиво в браузере, но зато в мобильном приложении все это будет выглядеть более чем достойно. И здесь есть довольно большая свобода работы с вашими... с оформлением. Так, вот с этого момента я, наверное, перейду к некоторым вопросам, которые... Я уверен, что да, я смотрю вопросов здесь довольно много. И потом мы перейдем к примерам и некоторым еще моментам работы с мобильным приложением. Так, на какие вопросы я еще не ответил? Совместимость с Windows Phone. Нет, для Windows Phone у нас нету... Платформы Windows Phone мы сейчас не поддерживаем. Мы поддерживаем только iOS, соответственно, продукцию компании Apple и Android. При этом неважно, смартфон это или планшет, приложение может быть универсальным. У кого можно заказать разработку? Ну, коллеги, собственно, отвечают. Да, разработку можно заказать у наших партнеров. В частности, вот один из наших партнеров, Я-Креэйшн, с которым ребята выступали, два Антона. Вы можете к ним обратиться. Они, наверное, вам помогут, проконсультируют и расскажут, как с этим работать. Так, 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 так. По поводу оплат через App Store или Google Play. Но речь здесь идет о встроенных покупках. И дело в том, что пока технология работы с возможности тестирования этого момента, то есть встроенных покупок у нас нету. Но, возможно, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Но пока не видим возможности полноценной работы разработчиков с этой технологией. Ну, вот именно учитывая наши особенности. Так, если у клиента пять сайтов продается одна продукция, как разграничить оплату под нескольким юрлицем? Ну, на самом деле здесь вопрос идет про, скорее, возможности функционала платформы Bitrix. И такие возможности там есть. То есть несколько полотенчиков вы действительно можете использовать. Это не связано с мобильным приложением. Так, я понял, это про, собственно, App Store. Если там прям такой, Олег, серьезная история с покупками, может быть, нам имеет смысл пообщаться с вами отдельно. Мои контакты будут. Вы мне напишите, попробуем с нашими разработчиками этот вопрос обсудить. Так, нужно ли разрабатывать одно приложение или несколько приложений, исходя из того, в каком районе города находится покупатель, так, нет, и подставлять реквизит для покупки? Ну да, наверное, правильнее будет разработать одно приложение, действительно, по-разному процессе платежей, в зависимости от того, где он находится. Когда будет приложение для Windows Phone? Когда Windows Phone будет нормальный, стабильный и одинаковый для всех? Пока, к сожалению, с этим проблема. Надо минимальный сайт на Bittrex и снимать мобильное приложение. Да, для того, чтобы мобильное приложение на платформе Bittrex работало, ему нужен некий бэкэнд, то есть, грубо говоря, сайт на Bittrex или просто Bittrex, даже может быть, без сайта, но отрабатывающий поведение и логику, которая заложена в мобильном приложении. Если нет сайта на Bittrex, можно отдельное информационное предложение сделать на Bittrex Mobile. Нет, нельзя. Для этого в любом случае нужна серверная часть. Так, админ панель внутри я покажу. А вот как попадает в App Store и Google Play, это интересно, и об этом тоже я буду рассказывать. Скачивается приложение бесплатное из App Store и Google Play, это вы можете решить самостоятельно. Можно поставить, да, за деньги, действительно, ваше приложение может продаваться. Если многосайтовая платформа, нужно ли две лицензии на мобильное приложение? Это зависит от того, сколько мобильных приложений вы хотите выпустить. От количества сайтов это никак не зависит. Если вам нужно выпустить два приложения, покупаете две лицензии. Если выпустить одно, соответственно, вы покупаете одну лицензию. Так, ну, что у меня дальше тут есть с точки зрения презентации? Прошу прощения. Сейчас. Так. Немножко два слова о том, как это все устроено. У нас, хотя, в общем-то, я об этом уже сказал, есть серверная часть приложения, которая работает на базе Bittrex, и там есть соответствующие модули и JavaScript API, которая позволяет запускать и работать с различными мобильными, различными функциями внутри мобильного телефона. Есть само мобильное приложение, которое устанавливается в телефон, подключается к сайту и, соответственно, берет оттуда всю информацию. Часть информации приложения умеет хранить внутри себя. Это означает о том, что, в общем-то, сейчас возможно запуск и без подключения к сайту, с какими-то минимальными данными, но все равно для старта здесь нужен какой-то бэкэнд для того, чтобы загрузили все настройки и так далее. В общем, мы работаем в направлении возможность работы офлайн и на слабых каналах, и, в общем, у нас уже довольно много успехов в этом отношении. Многие приложения умеют хранить внутри себя достаточное количество данных, чтобы работать на слабых сетях или вообще без постоянного подключения к интернету или к интернет-сайту. Однако, в любом случае, для того, чтобы приложение правильно работало, бэкэнд на Bittrex ему обязательно. Так, ну что же, теперь посмотрим немножко про то, какие настройки есть у нас внутри. На самом деле, у нас есть такой раздел в административной части, он называется «Сервисы», и здесь есть конструктор мобильных приложений. Вы можете запросто добавить новое мобильное приложение и, собственно говоря, получить к нему некий доступ. Вот сейчас я создал мобильное приложение на том же самом сайте, и оно стало сразу же доступным. Единственное, что оно совершенно пустое, я не переносил в него никаких данных, соответственно, мы просто попробуем с ним немножко поиграться с точки зрения различных настроек. Какие настройки вообще доступны? Доступна в основном настройка оформления, да, и, в общем-то, это логично, потому что там большая часть вообще работы самой платформы заключается в том, чтобы оформить мобильное приложение так, как вам это нужно. Само содержание, это уже на плечах разработчика висит, да, то есть то, что он должен сделать с точки зрения функционала мобильного приложения, это, в общем-то, ограничений достаточно мало, и он может действительно делать довольно многие вещи. Так, сейчас я пока подключаю свой телефон к этому новому мобильному приложению, попробую показать некоторые моменты. Значит, какие вообще мы можем менять функции, да? Основные настройки – цвет фона экранов, и здесь у нас есть сразу же предварительный просмотр того, как это будет выглядеть. Сейчас я тоже подключаю свой телефон, чтобы мы с вами видели это сразу же на экране мобильного телефона. Вот, собственно, мы видим, что у меня сейчас совершенно пустое приложение, на самом деле можно уже начинать с ним работать. Если зайти даже просто в папочку этого приложения, вот оно называется Yellow App, от слова Yellow App, здесь уже есть некоторые файлы, например, Index.php, то есть основная страничка, которая сейчас здесь показана. Есть меню пустое, да, без каких-то тут пунктов, просто так наобум поставлены, и с ними можно работать. То есть вот здесь есть все достаточно файликов для того, чтобы с ним работать. Вот здесь файл с пунктами меню, и мы можем здесь настраивать, куда будут вести те или иные ссылки, какие параметры будут передаваться. Ну, это, наверное, скорее информация для разработчиков. С точки зрения пользователя хотелось бы отметить, что мы можем довольно смело и быстро менять оформление, то есть, грубо говоря, применять какие-то цветовые решения, например... А, подождите, я сказал, что у меня будет желтое приложение, поэтому мы будем делать... Давайте вот так. Цвет панели навигации. Здесь можно загружать различные картинки для того, чтобы подложить картинку сюда. Можно добавлять различные картинки кнопок. Вот, например, цвет фона. Сейчас у меня неопределенно. Мы его сделаем вот таким, например, желтеньким. Цвет нижней панели можно также определять и использовать для нижней панели какое-то оформление в виде изображения. Цвет фона экрана загрузки и картинка, которая будет в момент загрузки приложения. Вот видите, я сейчас обновил в смартфоне, и у меня все эти настройки сразу же применились. У нас приложение уже стало желтеньким. То же самое касается, например, я могу для фона экрана загрузить какое-то приложение. Мне кажется, у меня на рабочем столе были какие-то картинки. Сейчас мы что-нибудь найдем. Ну вот, например, картинка, конечно, очень большая, но, как говорится, есть и есть. Других вариантов, наверное, нет. Режим заполнения. Растянуть. Сохранение конфигурации. Так, и, собственно говоря, фон надо, видимо, убрать. Да. Ну вот, собственно говоря, на фоне у меня теперь лежит картинка, которую мне там захотелось поставить. Также настраиваются размеры и, собственно, цвета кнопок, цвета текста на кнопках, цвет самой кнопочки, панели и так далее. То есть, грубо говоря, большинство основных элементов, которые будут использоваться в мобильном приложении, разработчикам настраиваются с помощью вот такого мастера. Отображать панели или нет, использовать ли пуш-уведомления, как будут выглядеть те или иные вещи, как будет работать пул-то-рефреш. Видите, сейчас у меня вот такой стал странный. Ну, на самом деле, наверное, лучше сделать вот так вот, чтобы пул-то-рефреш работал как-то иначе. И, соответственно, какие-то настройки, которые могут повлиять на работу с статус-барами, со стрелочками и так далее. Вопросы переключать здесь в списках, здесь довольно много всяких вещей, которые действительно легко настраиваются внутри самого приложения и делаются довольно быстро. Все остальное, что лежит с точки зрения отображения, какие товары показывать, какие баннеры должны быть выведены, какой функционал должен работать в мобильном приложении. Кстати, видите, режим landscape тоже нормально работает. Главное только картинку под ландшафтный режим правильную показать. Весь функционал определяют уже разработчики, используя, например, уже наработанный вами функционал. То есть, грубо говоря, вы можете взять текущие компоненты вашего сайта, которые сейчас используются на вашем сайте для того, чтобы показывать топ-товаров, например. Или использовать корзину, какие-то другие сервисы, которые уже на сайте есть. Просто для них нужно написать специальные мобильные шаблоны, которые будут показываться пользователям внутри мобильного приложения. И тогда у вас все прекрасно заработает. Поэтому, собственно говоря, и получается, что на самом деле разработка получается сильно быстрее и дешевле. Хотя в любом случае это проектирование интерфейсов под не всегда аккуратные пальцы, которыми тыкают в экран наши пользователи. Ну и так далее. То есть здесь на самом деле предстоит работа, но ее сильно меньше, чем в случае разработки приложения с нуля. Так, ну что же, давайте посмотрим на некоторые примеры. Так, я сейчас вижу несколько вопросов, связанных с примерами по оффлайн. На самом деле с оффлайном много всяких возможностей есть, связанных с запуском. Если вас действительно там сильно интересует именно оффлайн, то, наверное, вам лучше посмотреть, когда появится видеозапись нашей партнерской конференции, где непосредственно разработчики мобильной платформы нашей рассказывают о том, как и какие конкретно моменты можно использовать оффлайн, а какие нет. На самом деле мы, конечно, сделаем приложение для сайтов на Bittrex, и это наше основное направление, но возможности работы в оффлайне действительно есть. Поэтому детали, к сожалению, сейчас не смогу озвучить в рамках вебинара, это довольно много, и я там не настолько глубоко разбираюсь вот в этой всей технике, какие именно параметры могут храниться внутри телефона, что может быть зашито при компиляции, а что нет. Это, к сожалению, там для меня, наверное, сложновато. Я же хотел вам показать еще примеры. Примеры. Так, это я зря запустил. Нам нужен телефон. И я покажу несколько примеров приложений, выпущенных на нашей платформе. Как я и говорил, у меня их тут довольно-таки большое количество. Многие из них там уже довольно давно выпущены и имеют довольно интересные решения. Некоторые совсем новенькие, некоторые, например, не состоялись. Но так или иначе проект не пошел. И такое тоже бывает. Это нормально. Зато наш клиент довольно быстро и оперативно сумел попробовать для себя этот рынок. Ну, что же. Во-первых, у нас есть, например, приложение «Синяя иконка». Это приложение Bitrix Admin, которое разработано нами. И оно создано для того, чтобы вы, как владелец интернет-магазина на Bitrix, могли работать со своим интернет-магазином с мобильным устройством. На самом деле там довольно ограниченный функционал. То есть список заказов, возможности их отгрузки, отчеты по всяким прайс-листам и продажам. И, к сожалению, у меня, наверное, оно сейчас настроено на какой-то неработающий демо-магазин, поэтому будет очень долго запускаться. Я, пожалуй, не буду ждать, пока оно запустится, и мы пойдем с вами дальше смотреть. Но если у вас есть магазин на Bitrix, я рекомендую взять, установить себе это приложение и попробовать поработать с вашим сайтом с помощью этого приложения. Ну, давайте посмотрим. Вот были вопросы про информационные. Вот, кстати, вот это приложение уже, к сожалению, не живо. Хотел показать. Интересное информационное приложение было сделано как раз с точки освещения мероприятия. Но вот, к сожалению, сайт, видимо, уже не работает. Оно было выпущено три года назад. Естественно, мероприятие уже давно прошло, и, видимо, приложение прекратило свое существование. Так, ну вот одно из интересных приложений, тоже без продаж, приложение, посвященное различным дизайнам. То есть компания занимается, собственно говоря, проектированием и, видимо, ремонтом. Если честно, я там в детали не вникал, но мне очень нравится само приложение. Если мы выберем какой-то из вариантов дизайна, который нам по душе, то мы можем, там, открыв виртуальный тур, например, по этому помещению побродить. При этом у меня, как вы видите, работает сейчас управление пальцем. Я могу включить управление гироскопом, и в данный момент мой смартфон будет уже в зависимости от наклонов и того, как я, собственно говоря, управляю, да, самим поворачиваю сам телефон, будет показывать мне это помещение. Да, что, по-моему, очень здорово сделано. На самом деле никаких премудростей в этом нету, это довольно простая технология, но выглядит она, согласитесь, очень эффектно использование как бы внутренностей телефона для того, чтобы работать с изображениями трехмерными. А также, естественно, есть там набор фотографий, которые можно просматривать про этот, и здесь тоже используется нативный просмотрщик уже для работы с этими фотографиями. С фотографиями, которые вы здесь просматриваете, можно, соответственно, работать, сохранять в галерею себе, ну и так далее. Стандартные функции вашего смартфона и операционной системы, собственно, на смартфоне. Есть приложение Bittrex City, это приложение «Мой город», выпущенное нам совместно с партнерами. Это приложение для работы муниципальных властей с гражданами. То есть это обращение, информирование, госуслуги и так далее. Есть, например, гид по городу, который показывает различные объекты, можно найти те или иные ведомства или аптеки, ну и там магазины игрушек и так далее. Собственно говоря, в городе можно использовать карту и, соответственно, искать, находить данные объекты непосредственно, где они находятся, прокладывать маршрут, ну и так далее. То есть сейчас геопозицию мою включат и, естественно, не найдет маршрут, потому что я не в Кирове. Вот один из вариантов приложения. Как вы видите, оформление сильно отличается от того, что я вам показывал изначально, то есть от интернет-магазина, хотя с другой стороны, в общем, ничего тут сверхъестественного тоже нет. Какие еще приложения? Ну, вот, например, приложение «Водовоз». Честно говоря, я не знаю, насколько оно, роботоспособ давно его не запускал. Опять же, возможно, оно уже обновилось, а я его не обновил. И в связи с этим оно у меня работать не будет. Но давайте посмотрим на несколько приложений, которые точно работают. Вот, например, есть приложение торгового центра «Петровский». Если честно, я не очень помню, где он находится, но, по-моему, не в Москве. Можно заглянуть. Да, в Санкт-Петербурге находится. И вот у нас, кстати, есть целая страничка, посвященная, собственно говоря, описанию этого торгового дома «Петровский». И, соответственно, здесь довольно много возможностей по работе с, например, каталогом. Ну, то есть я могу отсюда прямо выбрать себе какой-то товар и заказать его. Видите, у меня там в корзине даже четыре товара. Я два или три месяца назад на вебинаре положил себе на тысячу рублей товары в корзину. Да, они вот так тут и лежат. Соответственно, можем с ними работать, покупать, оформлять заказ и так далее. Ну, я не буду оформлять, это же все-таки живое приложение, и мой заказ действительно получат операторы. Не будем их перегружать ненужными, ненастоящими заказами. Ну, здесь различные акции, да, и, соответственно, возможности по акции приобрести какой-то товар. Почему-то 379 таблей за сковородку с стефлоновым покрытием. Не знаю, честно говоря, хорошо это или плохо, не очень разбираюсь в посуде. Вот еще интересное приложение, которое сделали коллеги из рук в руки. Приложение, опять же, не... Буквально было написано им за пару недель. Им нужно было срочно научиться делать мобильное приложение для того, чтобы выгрузить архивы своих всех изданий. Да, ну и, в общем-то, они там... По факту мы познакомились на каком-то из мероприятий или выставке, да, я показал им платформу и сказали, о, это то, что надо, и буквально за несколько... За пару недель выпустили себе мобильное приложение, решили свою бизнес-задачу и, в общем, довольны и счастливы, потому что, ну, вот уже так работает, периодически обновляется. Ну, здесь доступны материалы из рук в руки, вот они в формате PDF, их можно загрузить, рассматривать. Можно там сохранять, если нужно, или переотправлять куда-то, отправить даже на печать, если это кому-то вдруг надо, ну и так далее. Можно ориентироваться по различным выпускам разнообразных журналов издательства из рук в руки. Здесь их довольно много, они там быстро показываются, и можно с ними поработать и посмотреть. В общем, получился такой архивчик, онлайн-доступ к производству, к издательству из рук в руки. Так, а что еще у нас интересного? Ну, вот этот сайт, это мобильное приложение, посвященное всяким элементам декорирования и ремонта, собственно говоря, дома, которая пока дает возможность приобрести, вот что-то я смотрю, оно как-то очень долго грузится. Может быть, серверы, на которых расположено приложение сейчас под большой нагрузкой, ну вот вроде что-то загрузилось. Это опять же к вопросу о том, что надо не забывать про свои настройки, да, и следить за скоростью работы своего хостинга, чтобы не было вот таких ситуаций. То есть мы-то, конечно, стараемся сделать все, чтобы все работало быстро, но забывать об этом тоже не стоит. Не будем ждать. Какое-то было, мне еще нравилось приложение. А, нет, сейчас, сейчас, вот, Амур-свадьба. Прекрасное приложение, мне кажется, очень удобное для тех, кто живет в Амурской области и, собственно говоря, на Дальнем Востоке. Мне кажется, это очень удобно, особенно если вы планируете свадьбу. Что из себя представляет приложение? Оно представляет из себя каталог различных услуг свадебных. И вы здесь можете найти там все, что нужно для свадьбы в одном приложении. Оно, конечно, разового использования. Ну, максимум двухразового. В некоторых случаях трехразового. Ну, наверное, не более. Здесь вы можете найти себе свадебных фотографов, например. Здесь есть все контакты. Можно сразу позвонить. Можно посмотреть видеоролики, фотографии, которые делают эти фотографы. Соответственно, выбрать сразу связаться. Да, тут можно выбрать себе ресторан и, соответственно, отметить свадьбу там, потому что все контакты есть, фотографии и так далее. Можно выбрать свадебную одежду, цветы, салон красоты, оформление, кортежи, ну и так далее. На мой взгляд, это вообще гениальная штука. И очень здорово, что коллеги выпустили такое приложение. На мой взгляд, это очень удобно. Честно сказать, не знаю, как они на этом зарабатывают, но полагаю, что берут деньги с, собственно, компанией, к которым попадают лиды из этого приложения. Ну, мне кажется, это нормальная бизнес-модель. Ну, в общем, таких приложений, похожих, довольно много. Я, наверное, не смогу вам все приложения прямо показать. Это займет много времени, и тут много там интересного. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас на сайте появилось, так скажем, портфолио вообще всех приложений, выпущенных на платформе Bittrex Mobile, и в ближайшее время там это появится. Вот, например, покупка сельскохозяйственной техники никогда не была такой простой, как вот с мобильным приложением трактористы. Вы можете заказать себе трактор Беларусь или навесное оборудование, или даже, не побоюсь этого слова, нет, корову заказать, к сожалению, нельзя, но различные молоконасосы можно. В общем, у меня перед глазами стоит картина, как фермер, стоя в резиновых сапогах посреди своих угодий, достает айфон и заказывает себе новый трактор. Но, видите, разные бизнес-модели существуют, и действительно, приложения могут быть совершенно разные. Так, вернусь к вопросикам, и мы поговорим еще, будем уже двигаться к завершению, о некоторых моментах организационных, как, собственно, с этим приложением делать. Ну вот вопрос, запустится ли приложение без интернета, по умолчанию нет, но есть возможность запускать его действительно без интернета. Я уже об этом говорил. К сожалению, деталей сейчас рассказать вам не смогу. Можно обратиться к нам в техподдержку и так далее. Так, на сайте разные типы услуг, физлиц, поставщиков. Можно сделать одно приложение, в котором будет функционал только для пункта 2? Да, конечно, можно, размер и объем функционалов приложений вы определяете самостоятельно, вместе с своим разработчиком. Если настроены много сайтов и два магазина, можно запустить два приложения? Конечно, можно, просто вам для этого потребуются две лицензии на два разных приложения. В некоторых случаях бывает выгоднее сделать одно приложение. Мобильные приложения получают данные от акселерометра? Да, получают от акселерометра, от GPS-позиции, IP-адресов, камер и прочих всяких микроустройств, встроенных в платформу, встроенных в мобильный телефон. Скиньте в сайт с 3D в переписку. Вы знаете, в 3D в переписку сайт, наверное, сейчас не скину, но мобильное приложение вы можете найти, по-моему, по названию фундамент, ГК фундамент или интерьеры, как-то так. Я ее именно так нашел. Сам сайт называется фундамент.ру. Сейчас я вам сюда сам сайт скину. Надеюсь, у них на сайте есть ссылка на, собственно, мобильное приложение. Так. Сколько стоит лицензия? Сейчас мы об этом говорить. Как бы с торговыми предложениями, так же, как и на сайте, вы с этим поступаете. Все один в один. В редакции бизнес-колько лицензий включено? Нисколько. Мобильное приложение отдельно лицензируется, и нужно в любом случае. Можно ли настроить клики по ссылкам для вызова Skype, Viber, WhatsApp? Конечно, это не зависит от мобильной платформы. Это зависит уже от того, как реализовано внутри приложение. Так. Ну что ж, напомню, что в связи с тем, что мы используем, собственно говоря, веб-технологии, в мобильном приложении у вас всегда актуальная информация, загруженная напрямую прямо с сайта, и в этом, на самом деле, большая польза. Нас много спрашивают про работу в офлайне, не очень понятно, зачем это надо. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас все в онлайне, смартфон всегда в онлайне, у него всегда есть интернет. Зачастую бывают случаи отсутствия интернета, но тогда непонятно, зачем приложение. То есть, если нет интернета, непонятно, что человек сделает в приложении. Есть там сценарий, который мы неоднократно слышим, и серия типа «сделать заказ, а потом оно там синхронизируется и отправится», и так далее. Ну, вот это все кажется очень надуманным, поскольку сделать заказ, а потом цена поменялась, а вы уже не должны, или у вас количество закончилось, пока человек был в офлайне, ну и так далее. Есть целый ряд нюансов, которые кажутся не очень применимыми в жизни. Но, однако, офлайн-режимы, как я говорил, уже есть, о них можно там детально с разработчиками и техподдержкой нашей общаться. Напомню, что это действительно экономически очень выгодно. Действительно, производство приложения под платформу, даже с учетом покупки сайта на Bittrex и так далее, может оказаться сильно дешевле, чем разработка приложения с нуля под две платформы и под разные планшеты и так далее. У нас все универсально. Вы делаете одно приложение, оно сразу вам будет доступно для установки и через App Store, и через Google Play. Приложение одно, там, с большими нюансами. Саму компиляцию и так далее, подгон под платформу мы берем на себя. На самом деле, это внутри приложения обычные страницы Bittrex, обычные компоненты, только ряд требований к верстке, которые необходимо выполнять, чтобы действительно отображалось на мобильном телефоне хорошо, красиво, аккуратно и удобно для пользователей. Что нужно сделать, если я вас сейчас убедил вместе с своими коллегами, вы решили выпустить себе мобильное приложение? Нужно разработать, то есть, грубо говоря, начать работать в мобильном приложении, и попытаться сделать его можно, не заплатив нам ни копейки, если у вас уже есть Bittrex. Вы можете взять свой сайт на Bittrex, установить туда мобильную платформу, скачать приложение для разработчиков с вот этой желтенькой иконочкой, которую вы видите на экране, подключить к своему магазину и уже начать работать, прорабатывать сценарии взаимодействия, интерфейсы пользователей, понимать, как это все работает, тестировать на своем окружении, устанавливая им такую же иконочку и показываем, как это работает и так далее. И если вас все в этот момент устроило, вы решили, что да, приложению Bittrex его надо выпускать в App Store и Google Play, тогда вы покупаете лицензию на мобильное приложение, вы получите соответствующий лицензионный ключ и данные по доступу. У нас на сайте есть специальная анкета, на которую вы заполните, указав адрес вашего сайта, название, описание для магазинов приложений, иконки, всякие картинки, скриншоты и так далее. Часть ресурсов, которые должны быть включены, это картинки, название, там, картинки кнопок, фонов и так далее. После чего вам нужно будет создать свои аккаунты на Google Play и iOS Dev Center, соответственно, Apple Store. Эти аккаунты платные, но вы платите уже не нам, а, соответственно, Google или Apple за то, чтобы эти аккаунты у вас были. Это нужно для того, чтобы мы, скомпилировав приложение и выпустив его, разместили его от вашего имени в соответствующих магазинах приложений, то есть в App Store или Google Play или там и там. Вы передаете нам эти данные для доступа, мы публикуем там ваше приложение, после чего пожимаем друг к другу руки, вы с приложением, мы, собственно говоря, довольны, что у нас появился новый проект, и продолжаем работать. Когда вам потребуется обновить приложение, такое бывает, когда мы выпускаем новую версию платформы, обновилась там операционная система Google или Apple, и нужно что-то доработать, довыпустить и так далее, тогда вы к нам обращаетесь снова, говорите, вот мы обновили платформу, нам нужно перевыпустить приложение. Мы перевыпускаем и снова публикуем это приложение от вашего имени, там же и все ваши пользователи просто получают обновления через обычные каналы работы с смартфонами. Собственно говоря, процедура очень простая, мы соберем, вы нам даете все, что нам нужно для публикации, мы приложение собираем, публикуем, если мы вдруг находим какие-то ошибки в процессе сборки и так далее, мы общаемся с разработчиком и, соответственно, эти ошибки совместно устраняем или там дорабатываем так, чтобы у вас все получилось правильно. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, и все. Не сказал я о стоимости лицензии. Лицензия стоит 47 900 рублей, действует она в течение года, то есть в течение года за эту сумму вы сможете перевыпустить ваше приложение столько раз, сколько вам это потребуется. Лицензия также продлевается, как и обычная лицензия на Bittrex за 22% от стоимости в год, ежегодно, ну или там, если вы приложение будете обновлять раз в три года, то тогда имеется за 60% раз в три года обновлять эту лицензию. Вот примерно так это выглядит. Отвечаю на ваши вопросы, если у вас вопросы еще есть, пожалуйста, пишите их сейчас, у меня есть несколько минут для того, чтобы по вопросикам пройтись. Можно ли два магазина подключить в одно приложение? То есть будет два раздела. Ну, если эти два магазина у вас на одном Bittrex, то да, можно. Если это разные Bittrex, то, к сожалению, нельзя. Оффлайн сделать читалку, приложение с музыкой и многое другое. У меня вопрос только зачем, но, наверное, для этого есть какие-то резоны. Ну, по факту можно, только музыку вы всю загрузите с приложением вместе в телефон при установке. Вот у меня возникает вопрос. Сейчас это как-то не модно. Модно музыку из облака скачивать на лету и слушать на лету. Там Apple Music, Яндекс.Музыка. Там у Google есть какая-то история, я не очень знаком с этим. Ну и так далее. То есть это как-то уже устаревший формат. Так, под Windows не планируется? Ну, пока не планируется. Сколько стоит публикация? Ну, сама публикация при наличии у вас лицензии на мобильное приложение не стоит. Но по факту, чтобы опубликовать, вам нужно купить лицензию. Это 47 900. Стоимость регистрации аккаунтов в App Store и Google Play. App Store, если не ошибаюсь, 99 долларов. Google Play, по-моему, 25 долларов. Если тут разработчики есть, поправьте меня. Но, по-моему, цены сейчас такие. Офлайн нужен, чтобы хотя бы увидеть первую страницу общей информации. Да, такое возможно. Как вариант, посмотреть отложенные товары, множество сценариев. Да, Олег, я с вами согласен. Может быть много сценариев работы с оффлайна. Но, опять же, тут можно долго дискутировать. Кажется, что сейчас уже не то время, когда надо об оффлайне думать. Думать надо не про вчерашний день, а про завтрашний. Вот в завтрашнем мне кажется, что не нужен оффлайн. Так, но любой сайт на Bittrex может поставить мобильное приложение, независимо от лицензии. Там есть ограничения. На первом сайте нельзя, и, по-моему, на старте мобильное приложение. Но могу ошибаться. Загляните в таблицу сравнения редакции. Там указано, в каких редакциях доступно мобильное приложение. Возможно, на старте оно уже есть. Я вот боюсь не ошибиться. Так, про стоимость лицензии я уже объяснил. Про год рассказал. Запускаем облачную платежную доверительную систему интернет-магазина с возможностью интегрирования... Ой, тут много так. Сейчас, секундочку. В любое мобильное приложение любого интернет-магазина. Алла, видимо, речь идет о партнерстве. Можем с вами пообщаться отдельно. Мои контакты на экране. Сейчас вы можете мне написать. Давайте пообщаемся. Обновление Bittrex очень требует обновления мобильного приложения. Правильно ли я понял? Не совсем, Олег. Дело в том, что обновление Bittrex – это внутренняя часть. И если после обновления в мобильной платформе появится функционал, который вы захотите использовать в своем приложении, тогда да. Тогда вам действительно после того, как вы настроите использование этого нового функционала, вам нужно будет и обновить мобильное приложение. В этом случае да. Во всех остальных случаях, если Bittrex обновился, но вам не нужен новый функционал, или он не критичен, или еще какие-то возможности, или не появился новый функционал именно мобильной платформы, в этом случае вам ничего обновлять не потребуется. Когда новая версия платформы будет, к сожалению, сейчас не готов ответить на этот вопрос. Просто не знаю конкретных сроков, но, скорее всего, обычно у нас платформа обновляется вместе с релизом Bittrex управления сайтов. Сайтом он будет весной. Так, 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 так. Можно ли на старт загрузить приложение? Так, к сожалению, вот не готов сейчас ответить. Ну, а давайте с вами совместно. Мы же на вебинаре, о чем я вообще? Сейчас зайдем на сайт Bittrex и посмотрим в таблице сравнений, сравнить редакции. И сразу ответим на этот вопрос. Почему нет компетенции по мобильному приложению? Чтобы выделять партнеров? Вы знаете, у нас компетенции нет, но фильтр соответствующий есть. Кстати, вы просто не доглядели. Если вы делаете действительно мобильное приложение, можете участвовать в таком фильтре. Так, мобильная платформа. Нет, на старте ее нет, она есть на стандарте. Начиная со стандарта и выше, вам доступна мобильная платформа, и, соответственно, возможность разработать мобильное приложение. Мобильное приложение интернет-магазина, Ну, вот то, которое я вам показывал, оно по умолчанию начинается, естественно, с малого бизнеса и бизнеса. Верну контакты для тех, кто еще может захочет ими воспользоваться. Ну что ж, вопросы закончились. Я надеюсь, что вам все понятно, надеюсь, что я не утомил вас, и мы с коллегами не утомили вас таким долгим вебинаром. И на этом, наверное, будем с вами прощаться. Вот я смотрю, коллеги меня дополняют с точки зрения стоимости участия в App Store. 99 долларов для App Store платятся раз в год, то есть не один раз, а каждый год. Полагаю, что с Google Play примерно такая же история, хотя, возможно, там действительно платишь разовый. Ну, вот таких нюансов, к сожалению, не знаю. Обещаю к следующему вебинару все это выяснить точно. Ну что же, спасибо вам большое за то, что на вебинаре сегодня были. Сейчас самое время обменяться благодарностями. И если у вас есть какой-то отзыв о вебинаре, и вы готовы что-то пожелать касательно будущих вебинаров, посвященных мобильному приложению или вообще нашей платформе и так далее, вы можете смело написать сейчас это все в вопросике. И мы это учтем и в разработке, и в подготовке вебинаров и так далее. Надеюсь, что вам все было понравилось. И до новых встреч. Будем ждать вас на следующих вебинарах и посвященных платформе, и посвященных мобильному приложению. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами были. Всего доброго. Продолжение следует...